Друзья, всем привет! Давненько мы с вами не общались на музыкальные, клубные, клубно-музыкальные, около-клубные, около-музыкальные темы. В общем, все вокруг музычки, клубов, тусовки и так далее. Вот о чем поговорим не так давно, а может и давно. В общем, есть у меня на канале видео, в котором я читаю претензии заграничного арт-директора, из заграничного клуба. В общем, все за границей, где-то там в Америке есть клуб, есть там арт-директор, и он рассказывает, типа, что его бесит в музыкандах, вот они такие негодяи. И я зачитывал этот перечень и как-то комментировал со своей точки зрения, типа, как я на это смотрю. И мне написало там парочка комментариев, такое взлетело, о, типа, сделай свой рейтинг, вот что типа тебя бесит как арт-директора в музыкантах, какие у тебя есть претензии к ним. И я подумал, ну, блин, фиг его знает, ну, давайте, давайте попробуем, давайте попробуем сделать. И когда я все-таки решил записывать это видео, я вам хочу сказать, я вас хочу на самом деле расстроить. Меня, честно говоря, в общем-то ничего особо не бесит, и у меня нет особо никаких претензий. Короче, расходимся всем, спасибо всем, пока и увидимся. Шучу-шучу. На самом деле, это шутка, но в этой шутке есть доля правды, либо доля шутки, как угодно. Я объясню, в чем дело. Дело в том, что я, в общем-то, четко понимаю позиционирование заведения, вот, в частности, клуб, в котором я работаю, Volume Club, заведение на примерно там 300, как-то было под 500, но это, 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 это прям совсем биток такой дикий, поэтому будем говорить, как в районе там 300, туда вот 400 с копеечкой человек. И данный формат, я четко понимаю, подразумевает то, что я, ну, не то чтобы все время, но очень часто, много работаю с музыкантами, с группами, которые не являются профиками. Профиками не в смысле, как они там насыпают, играют, попадают в бас-бочку, жуют, либо не жуют квинты, либо классно попадают в ноты. Нет, они не, так скажем, музыка не является для них источником доходов, они не являются профессионалами в этом смысле. Они могут очень круто играть, могут очень фигово играть, но вот эта вот тема, когда музыка является твоей профессией, это, там, тур, ты зарабатываешь музыкой, с такими я действительно, ну, не очень часто имею дело, поэтому ввиду того, что музыканты, скажем так, for fun занимаются этим делом, поэтому, соответственно, претензий у меня к ним очень мало, потому что люди этим занимаются ради удовольствия, и вешать на них какие-то свои, ну, лекава, что ли, там, ставить какие-то рамки, как бы вот относиться к ним как к музыкантам, я считаю, не совсем верно, я очень часто привожу этот пример и приведу его еще раз. Это все равно, что прийти в любительский боулинг-клуб, где развлекаются парни, девушки, там, выпивают коктейли пива и радостно швыряют шары в кегле, кегли как-то там разлетаются, они могут забить, страйк могут не забить, и как-то к ним предъявляют, что это неправильно, нужно подкручивать, нужно попасть между первой и третьей кеглей, тогда шар пойдет по такой дуге, траектории, можете погуглить, как это происходит, вот только тогда ты забьешь страйк, короче, пофиг, но они просто пошли развлекаться, форфан, хорошо провести время. С музыкальным клубом происходит примерно то же самое, и люди не приходят, очень часто именно музыканты, там, получить супер аудиторию, сыграть супер по фирме, там, заработать много денег, как-то там, в общем, в общем, в общем, у них может не стоять вообще цель двигаться по музыкальной лестнице, не просто форфан, вот точно так же, как вы приходите, покидать шарфболлинг-клуб, попинать кием шарик на бильярдном столе, в бильярдный клуб, вот просто форфан. Поэтому я поначалу, да, вот поначалу у меня была такая тема, я как-то смотрел, такой, как, ну ты настроил гитару, ты вышел с ненастроенной гитарой, ты воткнул процессор, гитарный процессор в input усилителя, и не выключил эмуляцию кабинета, ты, как ты так смог, как так можно вообще, сейчас, ну, типа, ну, окей, чувак, да, мы подскажем, как правильно, но это дело твое, в общем-то, ты пришел как-то там, эх, сделать рок-н-ролл, и если ты хочешь его делать именно таким образом, то no problem, никаких подгаров. Но все-таки кое-какие пункты, наверное, думаю, стоит учесть, кое о чем поговорим, скажем, это не то, от чего бы я там подгорал, это, ну, то, чего, типа, научи не делать, ну, блин, камон, ребят, ну, не совсем это красиво, вот как-то так, и вот в этом вот ракурсе, в этом русле я бы с вами хотел поговорить. Ну что, полетели. Поступим таким образом, рассмотрим все это дело поэтапно, начиная с этапа переговоров, потом приезд группы в заведение, саундчек, выступления и авторпати. И на каждом из этих этапов будут какие-то нюансы, о которых мы как раз и поговорим. Ну что ж, начнем с этапа переговоров. На этапе переговоров первое, что я бы советовал делать, четко объявляйте ваши запросы, то есть сумму гонорара, техрайдеры и так далее. То есть максимально четко понятно, да, может быть, не сразу кричать, что здравствуйте, мы стоим 100 миллионов денег, либо там 100 гривен. Да, возможно, нужно сначала узнать, у нас подходит ли по параметрам заведения, там есть ли свободный день, бла-бла-бла, но не серия, что вроде-то окей-окей, в догоночку, да, кстати, и стоим мы там 15 тысяч гривен. Наше выступление такое, блин, камон, пацаны. То есть все равно вам придется объявить эту сумму, все равно о ней нужно будет говорить, и, в общем, объявляйте, не темните с этой темой. Следующее, не пытайтесь выкручивать как-то по-красивому из серии, ну, мы берем только за дорогу, нам только отбить дорогу, и все, не работает. Не важно, что это за бабки, на дорогу, на Blackjack и шлюх, либо на что-то там очень важное, это деньги, и не важно, на что они идут, то есть это просто бабки, которые вам будет платить организатор. Не работает вот эта тема, а у нас очень профессиональный музыкант, и им, они сессионники, нужно платить за работу. Они же работают на сцене, да вообще пофиг. У вас могут быть очень рукастые ребята, либо вообще фотокенные, но если вы собрали людей, то окей, если не собрали, то не окей. Через эту сторону не заходите, тоже не работает. Это сразу же показывает, что вы, ну, не очень в теме, не понимаете, как работает этот вид бизнеса, если его еще, конечно, можно назвать бизнесом. В общем, следующее, по поводу технического гонорара, господи, райдера, гонорара, технического райдера. Да, конечно, есть какие-то требования, но тоже иногда забавно видеть, когда за, ну, задирает планочку, типа, там надо там вообще вот так, вот так, типа, вот прям по-крутому, мы вряд ли там поместимся, мы вряд ли то, вряд ли это, а потом ты через, не знаю, там, какое-то время видишь эту группу в каком-то кабаке, они вот так вот встали, что-то нарезает, там ни света, ни звука, ничего. Ну, короче, вот-вот просто кабак, и ты понимаешь, блин, ну, ну, это же просто вопрос был бабок, то есть не заходите там как-то через техрайдер, не пытайтесь навить себе цену, объявите, что стоит вот так. Да, если действительно не подходит, то, да, окей, ну, нормальная тема, то есть у меня были, скажем, прецеденты, когда вот говорили, нет, группа, нет, чувак, все-таки не поместятся там четкие параметры сцены, четкие параметры по бэклайну, ну, бэклайн еще меняется, вот фронт должен быть, ну, вот это норм. И ты понимаешь, что, да, эта группа вряд ли где-то там вдруг заиграет на какой-то сцене, прям, ну, там, гораздо меньше. Но когда, блин, нарассказывали, нарассказывали, потом пошли в кабак, ну, такое. Поэтому лучше всего, если хочется так, то через заградительный прайс. Вот ставьте цену, говорите, мы вот хотим вот столько, и там дальше будем договариваться. Вот как-то так на этапе переговоров, то есть вот какие-то такие точечки обозначил, на которые давить, ну, ну, так себе, короче, были, видели, плавали, короче говоря. Двигаемся дальше. Закончились переговоры, в общем, вот группа заходит на саундчек. На входе, как обычно, там что-то не отмечается, кто на чем играет, чтобы было понятно, где группа, где музыканты, плюсы, посетители, чтобы не попутать. И стандартная тема, когда группа начинает вот это вот мудрить с плюсами. Плюсов, как бы, договорились, вроде сколько будет, вроде все понятно, и начинается. Это наш техник, это костюмер, это стилист, еще у нас фотограф, а это наш звукорежиссер, который при виде X32-го там падает в обморок и вообще не понимает, что это за хреновина такая, где там какой фейдер, диоперет. Короче, всю эту тему мы шарим, иногда просто даже угарно на это смотреть и часто даже пропускает, ну потому что, блин, ну это там не те бабки, не те финансовые потоки, о которых можно говорить, допустил какого-то друга там и так далее. Ну вот, иногда приходится говорить тебе, ребят, ну в самом деле, ну давайте уже как-то придем к какому-то нормальному общему знаменателю, ну не мудрите, потому что потом оказывается, что бэк в аккаун не пел, стилист стилем музыкантов внешним видом не занимался, звукорежиссер не крутил, вот этот вот такой мелкий, мелкий, мелкий обман очень выглядит некрасиво с вашей стороны и показывает, ну короче, не очень прикольно. Следующее, ну наверное, манера общения, то есть, ну как правило, все норм, на самом деле все, все в своем уме, ну там как-то так вот бывает, какие-то такие, знаете, на эмоциях прям заходят, как я называю это типа из серии уже в образе, уже в образе, когда вот артист уже в образе, они со входа уже такие все вах. На самом деле профики, вот те, кто там повыше уровнем, там совсем по-другому, максимально тихо, спокойно люди заходят, спокойненько работают и включают артиста, вот там вот, как только он пересек границу сцены, вот там включают артиста. Это очень забавно и так корявенько иногда выглядит, когда режим артист, режим рок-звезда включено уже со входа. Двигаемся, наверное, к саундчеку. На саундчеке, да, все та же история, вот этот вот преждевременный включенный режим я рок-звезда, я тут ух ты, ах ты, он не очень прикольно выглядит, выглядит причем достаточно непрофессионально. Я скажу, что те, кто собирает вот туда, вот к трехстаг, четырехстан, на саундчеке работают, они четко знают, что им надо, четко знают, где им там постоять, может быть даже ленточкой какой-нибудь клейкой крестик поставить на сцене, что им послушать, какие кусочки песни, какие у них сложные фрагменты, аматоры иногда вообще просто теряются, не понимают, что происходит, не слушают звука, реже, просто, мы что должны сыграть, о, моя, моя тёлка на саундчеке, я сейчас тебе покажу, как я там насыпаю, мы на саундчеке должны сыграть пол программы, сыграть нужно три-четыре фрагмента, какие-то сложные, кусочки в миксе сложно слушаемые, сыграйте что-нибудь с чистым звуком, максимально плотное, перегруженное, в общем, вот что-то такое может, да, действительно, сыграть трек целиком, чтобы почувствовать, в этом нет ничего плохого, но вот это вот катать программу полностью, ну как там, там надо подправить чуть-чуть, типа, подправить чуть-чуть монитор барабанщику, нет, мы будем фигарить ещё там полтрека, чтобы барабанщик убедился, что всё нормально, всё слышно, это слышно сразу же с первых буквально, ну там, ну восемь тактов достаточно, чтобы понять, поэтому этим вот периодически страдает матра, это тоже так выглядит, ну не очень, то есть это всё затягивает, это всё как-то нервно, и бестолкованно, в самом-то деле, как я и говорил, режим звезды, так себе, не очень приколен выглядеть на самом чеке, он абсолютно не нужен, там всё-таки рабочая обстановка, и очень там что-то пафосно вещать со сцены, уже вот это вот, что-то подзаводить публику, если таковая есть, а как правило, её на чеке нету, то не имеет смысла, выглядит достаточно аматорски. На самом выступлении, ну тут, на самом деле, особо никаких претензий, наверное, быть не может, вот это вот гипертрофированное ощущение звёздности здесь, ну в принципе, может иметь место, оно по большому счёту, уже никак там не влияет на заведение, то есть, когда это происходит, оно входит, вот с персоналом, там на саундчеке, как-то вот это вот, не очень приятная такая вот штука есть, то это проблемно, на самом выступлении, дэвэлкам, пожалуйста, лишь бы это не напрягало зрителей, то есть, да, чисто со стороны может, да, выглядеть так, неприкольно, когда там группа постоянно, ну чё вы сидите, давайте, поднимайтесь под сцену, да давайте играйте, ну это больше к зрителям, у меня всегда на такой месседж, один простой ответ, да клубай, так, чтобы хотелось подняться, встать под сцену, и потыкать козу, там, поместиться, порубиться, если очень много просить, то, типа, ты же играть в учу не станешь, в общем, если очень много говорить халва, то во рту сладко не становится, поэтому, если долго просить, порубиться под сцену, ну такое, просто хорошо в обайте, но это уже больше к зрителям, то есть, само заведение не напрягает, то есть, больше, что, например, пугает, какие вещи, вот, вводят в небольшое, такое вот, напряжение, какое-то неуважительное обращение, неаккуратное обращение с оборудованием, все понятно, рок-н-ролл, все понятно, эмоции, то есть, должен быть какой-то нерв, какой-то надрыв, но там, вот, люди запрыгивающие вдруг на раму от барабанов, там, толкающиеся, прыгающие от бас-бочки, как-то там, поливающие водой, начинают, ну, настораживать, и немного пугать, то есть, вот, какое-то такое поведение на сцене, где ты понимаешь, что еще немножечко, и что-то нам кознут, это, это есть проблема, то есть, если это ваше оборудование, если там, это оговоренно или меньше, либо там, вот, вдруг, какой-то фаер зажгли с этим холодными искрами, но все равно, блин, это искры, то есть, ну, мы так очень нехотя, и там, максимально аккуратно человек ставится с огнетушителем, ну, потому что, блин, потому что, блин, холодные искры все равно, на всякий случай, то есть, какие-то вещи не санкционированные, не оговоренные, которые, казалось бы, вроде бы мелочь, но, слушайте, оговорите, просто скажите, что будет, вот, какой-то такой вот, кусок перформанса, потому что, например, человек выбегающий, вдруг, залезающий на сцену, ну, если просто стейдж-дайминг, то ладно, там, по убеде, но вот, бывает, у нас был такой прикол, когда люди там что-то полезли на сцену, для охраны все, это тупо красная тряпка, то есть, полез человек, мешать, музыканту, работать на сцене, оказалось, оказалось, блин, что это там элемент, кусочек шоу, и так, так нужно, блин, так вы подскажите, потому что мы же думаем о чем, что сейчас закончится, ваше выступление, вы подойдете и скажете, блин, а что делала там, например, ваша охрана, почему не подошли, не стащили там за ноги этого чувака, он мне мешал петь, мешал самовыражаться, елки-палки, оказалось, так было задумано, и наоборот, в общем, мы мешали, самовыражаться посредством, там, зрителя, который забежал на сцену, и, в общем, вот всякие такие мелочи, поэтому, просто какое-то нормальное поведение на сцене, с аккуратным обращением, с оборудованием, там, без бросания микрофона, без кручения его на шнуре, ну, типа, блин, купите свой микрофон, возьмите свой шнур и крутите, потому что потом всю эту хреновину мы перепаиваем, чиним, вот, и, в общем, приводим в божеский вид, поэтому, это, да, это вот реально напрягает, все остальное, все эти посылы, там, бла-бла-бла, в общем-то, норм, даже, когда-то давным-давно, немножко даже напугали, пугали, так, напрягали, это, видите, давайте развалим, нахрен этот клуб, там, 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 ну, сейчас такое, ну, окей, там, ну, гуд-гуд-гуд, пацаны, ну, то есть, это такая форма речи, это такая стандартная кричалка, зазывалка, нормально оторваться, там, развалим, нахрен эту дыру, там, такого плана, ну, ну, как бы норм, 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 ну, вы артисты, вы так видите, нормально, поэтому, ну, вот, как-то так, по самому выступлению, много претензий нет, просто, не ушатывайте, пожалуйста, наше оборудование. Ну, и по окончанию, наверное, как к музыкантам, так и к обыкновенным посетителям, все те же просьбы и пожелания, то есть, отсутствие какого-то там, супер, большой звезды в углу, то есть, какого-то там, неадекватного поведения, честно скажу, что это очень редко, то есть, обычно все в своем уме, там, нету такого, что прям вообще там, на понтах, там, звезда, блин, приехала, ходит, там, все, но, какие-то мелкие моменты есть, то есть, знаете, вот из серии, мы просим не выходить с нашим стеклом на улице, то есть, с нашей посудой, не потому, что мы прям, типа, с цим, что ее украдут, на самом деле, иногда и что-то кто-то брет эти бокалы, но часто мы находим, блин, на улице, это стекло оставленное, просто забывает, в общем-то, это какое-то распитие на улице, вокруг, таки-то могут дети ходить, ну, нафига это надо, то есть, вот просто есть такая просьба, есть такое правило, пожалуйста, блин, вам перельют в пластик, это же не то, что мы вообще никак, ну, оперировать тем, что мы думаем, вам кассу тут сделали, вообще, музыканты, мы еще не можем выйти, там, блин, мы это вообще, там, да вы же для нас работаете, мы тут сегодня звезды вечера, ну, типа, да, но нет, ну, блин, ну, это же очень просто, давайте, просто как-то, по-человечески, друг друга понимать, я скажу, что вот обычно, ну, там, 90, там, с лишним процентов, все, все, вот, вот, но, как бы, да, вот бывает, то есть, я не зря об этом говорю, поэтому, вот эти вот моменты, на них бы я обратил внимание, ну, и просто, хорошее времяпровождение, без каких-то таких перегибов, там, вдруг взял, человек, закурил в зале, там, ну, все, ну, бывало, да, то есть, ну, блин, ребята, там, висит вывеска, пожалуйста, не курите, то есть, в основном в зале, не предназначено, там, не работает так, вот, и когда, там, делают скидку, так мы же музыканты, то есть, это не есть, вот, на самом деле, это и, ну, как бы, к посетителям точно так же относится, поэтому, ну, вот, как-то так, я думаю, что, сейчас еще накидаю каких-то таких пару пунктов, потому что я просмотрел, именно выступление, там, переговорную часть, там, саундчеки, вот, что ж, какие-то такие, да, такие скользкие, не очень приятные моменты выступления, и вот, после него, но, наверное, что-то есть еще, давайте я прикину, и какие-то отдельные пункты еще скажу. Слушайте, ну, вот, я подумал, и, честно говоря, наверное, я все сказал, ничего меня не напрягает, в общем-то, все на месте. Единственное, наверное, вот, один я добавлю, это такое вот, общее еще, это когда не соответствует количество вложенных сил результату, это вот напряжненько, и причем это работает как в одну сторону, так и в другую, я сейчас поясню, что я имею ввиду. Вариант, когда приезжает группа, прям гонорарная, собирает много народу, предположим, хорошая касса, ну, в общем, все вроде как на уровне, но, например, без своего звукорежиссера, и там вот просто полный зал, и там, Сережа, там у нас, это и Сережа, вот так вот наш звукореж, в толпу прыгает, гребет к этой сцене, там, говорит, а у нас на стоечке, что-то тут отвалилось, микрофон, елки-палки, пацаны, у вас касса, блин, нормальная на руках, вы можете себе уже позволить, своего звукорежиссера, наверное, техника, наверное, там еще что-то, все, что вам надо, чтобы ваше выступление смотрелось по фирме, нет, блин, на всем, экономят, все это ложится на плечи, там, в общем, тех, кто поддерживает, там, нашего звукорежа, он просто там вешается, там, падает в обморок, в общем, с каким-то там сложным миксом, и если бы это еще там ладно не собирает людей, если ты видишь, что могут себе люди позволить уже сделать левелап, перейти на следующую ступеньку, да, это будут какие-то растраты, но им уже нужен свой звукореж, им уже нужен какой-то там, возможно, свой светорежиссер, еще что-то, еще что-то, но этого нету, это типа напряжненько, ну прям типа, ребята, ну что так, и с другой стороны, в другую сторону, когда вот куча гемора, то все, мы-то готовимся, готовимся, какие-то, мы там и декорации, там, это, 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 и мы там и предпродажу запусти, и афиши, мы там надо по городу повезти, все, мы там реклам, и вот все, все, и на сцене все сложно, там вот такая коммутация, все там выключено, переключено через наш пульт, через нашего звукоря, и саундчек нам нужен, там, чуть ли не полдня, мы там будем продувать, готовить, а на выхлопе, просто, все те же сочувствующие полтора человека, ну, я не знаю, что лучше, что хуже, наверное, все-таки лучше второй вариант, лучше все-таки из пушки по воробьям, чем вот, вот так вот спустя рукава, все-таки лучше постараться сделать фирму, ну, наверное, я-то, я думаю, что все же лучше фирмовано на маленькое количество людей, всегда можно чуть-чуть сделать меньше, но хотя бы это маленькое количество людей увидит какую-то там красивую картинку, да, ну, хотя бы с точки зрения организаторов, это может не очень там нравиться заведению, это может приносить кусок геморроя, но лучше, наверное, все-таки так, чем, чем вот наоборот, но все равно это вот прям напряженный такой, и типа, и зачем, то есть там, ну, ни бара, ни входа, ни фига, что-то мы сделали красивую, шикарную генеральную репетицию, наверное, вот на этом все, еще раз повторюсь, что вот я когда пересмотрел свои взгляды на комьюнити, на то, что происходит, то есть перестал вот как-то там ставить какие-то, скажем, требования, что ли, как вот, как бы я хотел это видеть от профессионалов, то все как-то более-менее стало на свои места, наверное, плюс мне немножко помогает то, что я сам играю, поднимаясь на сцену, у меня есть группа, и я, ну, четко понимаю, где она, что она, что она могет, не могет, как она собирает, и я, в общем-то, ну, не считаю, что мы там прям профики, то есть мы можем там неплохо нарезать, но, то есть это не серия, что данный вид деятельности там нас кормит, там как-то мы в турах, там каких-то зарабатываем эти бабки, выживаем за счет этого, то есть это форфан, и эта призма помогает мне немножко подруги, другому смотреть на, ну, другие коллективы, то есть мы тоже там где-то куда-то едем, я тоже понимаю, что будет вот как-то вот так, там везем своего звукорежиссера, не везем, понимаем, что это тоже какие-то уважения, мы чуть будем лучше звучать, но, блин, ну, это чуть потянет денег, короче, наверное, это мне немножко помогает более, скажем, с большим пониманием, я надеюсь, с большим пониманием относиться к каким-то вот этим вот недочетам у не профессиональных групп, не тех, которые не в плане, я еще раз скажу, рук непрофессионалов, они могут очень круто играть, которые прям, ну, не зарабатывают этим деньги, то есть, возвращаясь вот к тому обзору, к тому вот арт-директору заграничного того клуба, там вот далеко в Америке, вот он подгорал, что вот как же так, вы такие болваны, не понимаете, что, типа, ваша приезжая группа, типа, тут никому не нужна, вы вот мне что-то вот, очень хотите приехать, и чтобы мы вам сделали концерт, только мне тоже обращаются немало таких групп, которые, вот мы приедем, там, та-та-та, вот сделайте, у вас же есть своя публика, когда-то раньше, да, меня там, ну, немножко меня это будораживает, я там пытался нервно объяснить, что, блин, нет, так не работает, ну, типа, на звезды, на друзей ходят, вы приезжие, вы никому не нужны, пофиг, что у вас альбом, там, клип, нет, пока у вас нет аудитории, я теперь это, ну, объясняю гораздо спокойнее, меня это никак не задевает, не обижает, я понимаю, что люди, ну, не очень понимают, как это работает, в этом нет ничего, ну, наверное, такого плохого, просто, ну, есть некое непонимание, ничего страшного, они, там, посредством меня, либо посредством собственных ошибок, увидят, приедут и увидят, что работает это немножко по-другому, поэтому, как таковых, претензий, как ни странно, из-за того, что я немного поменял свою точку зрения, свое отношение к этому всему процессу, у меня практически нет, все красавчики, все молодцы, все делают рок-н-ролл, как умеют, как получается, и, в общем-то, на мой взгляд, понемножечку, понемножечку, все-таки, уровень качества рок-н-ролла, и рок-н-ролла как такового, растет, и, в общем, впереди нас ждет светлое будущее, все будет круто, все будет вот так, вот карантин еще когда-нибудь закончится, и, вах, просто вах, Украина будет супер-ракешной, там, металевой, какой-нибудь, в общем, с живой музыкой, все у нас будет хорошо, и неплохо, верю в светлое будущее, на этой позитивной ноте, всем спасибо, всем пока, и увидимся.